Ну что, друзья, вчера была презентация Apple, а сегодня посмотрим, что для нас подготовила корпорация добра Google. Новые смартфоны Pixel 6 и 6 Pro были слиты с самой компании задолго до презентации. В общем, посмотрим, чем же нас будут удивлять. С самого начала сказали о цене. 599 долларов за младшую версию и 899 долларов за старшую Pro версию. В основе дизайна камера, которая нехило так выпирает. Помимо обычных цветов, такие как чисто черный или белый, также завезли интересные комбинации, например, белый, салатовый, розовый, красный и прочее. По поводу дисплеев. В младшей версии 6,4 дюймов 90 Гц, а в Pro версии 6,7 дюймов 120 Гц, которые работают динамически от 10 до 120 Гц. В дисплей встроен отпечаток пальцев. Самое большое изменение с точки зрения хардвера, это новый чип для смартфонов Pixel Google Tensor. А также обновили чип Titan M до второй версии для защиты паролей и прочей информации на уровне железа, а не только системы. Google Pixel с этим чипом будут получать до 5 лет обновлений безопасности. Вау! Ну так что по поводу новой системы на чипе? Что она дает в отличие от Qualcomm Snapdragon? В него входят специальные чипы для работы с искусственным интеллектом, для обработки фотографий, 8 ядер CPU и 20 ядер GPU. По сравнению с Pixel 5, производительность выше почти в 2 раза в CPU и почти в 4 раза в графике. Переходим к самому интересному. Камере. Основной сенсор получил 50 Мп с апертурой 1.85, сверхширокоугольная камера на 12 Мп и апертурой 2.2, а также телефото на 48 Мп с оптическим зумом 4Х, но только в Pro версии. Новые фишки для камеры. Первое. Искусственный интеллект анализирует лишние элементы, которые можно вырезать одним кликом. Теперь не обязательно переходить в сторонние приложения. Следующее. Если фотография получилась с расплывчатым лицом, то можно это исправить благодаря резервным фотографиям, которые смартфон делает в фоновом режиме, заменяя блюр на лицах. Это назвали Face Unblur. А также Motion Mode. Это специальный режим для движущихся объектов, благодаря чему можно получать вот такие фотографии, как с велосипедистом или с водопадом. Также представили функцию под названием Real Tone. Из-за разных условий света лица получаются ненатуральных цветов, особенно у чернокожих. Все примеры были с ними. Так вот, Google камера теперь подстраивает их тон кожи, улучшает цвет, блики на коже и прочее. Причем это работает не только для фото, но и для видео. Переходим к другим фишкам Google Pixel 6. Распознавание речи также было улучшено. Самая крутая фишка, если вы сказали фразу, но хотели бы ее дополнить, то перемещаете курсор на нужное место и сразу дополняете предложение. Или же вы захотели поменять фразу, то не обязательно делать это руками, достаточно сказать фразу «очистить» и сказать фразу заново. Google Call Screen также обновился. Например, если попали на голосовое меню, то после прослушивания покажутся опции, чтобы не нужно было переслушивать. На этом все, друзья. Презентация была крайне тягучей, очень много воды и мало конкретики. В любом случае пишите, что вам понравилось, а что нет. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.